Библейский портал экзегет.ру представляет Пятнадцатая глава Иова. Читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Начинается второй цикл речи. Книга построена очень просто. Краткое прозаическое вступление. Потом три цикла речи друзей и Иова. Сначала Иов, потом ему отвечают друзья. Ну и потом еще речь Элегу, как такого загадочного друга, и эпилог «Господь примиряется с Иовом». Вот пошел второй цикл речей. Первый был таким разминочным практически. Вот Иов только что произнес, у нас четырнадцатую главу прочитали, из трех глав состоящую речь, достаточно острую, личную о смерти, о том, что человек умирает. И поэтому, ну, Бог бы мог его и пожалеть. В пятнадцатый Ильфаз, конечно, с этим не соглашается. Так отвечал Ильфаз из Теймана. Отвечать ли мудрецу на пустословие? Надувать ли свой живот восточным ветром? Восточный ветер он из пустыни, он такой еще. Жаркий, горячий хамсин его называют на Ближнем Востоке. Действительно, очень тяжело. Возражать ли на бессмысленные речи, на слова, в которых нет, проку? То есть, слушай, вообще, что с тобой разговаривать? Ты уже совсем просто вот бессмыслицу какую-то несешь. Вот смотрите, он очень лично, они говорят, это все ерунда, мы на этого вообще даже не хотим обращать внимания. Вот личное и абстрактное. Да, у Иова предельно лично, у друзей вроде и правильно, да слишком абстрактно. Даже страх Божий ты отбросил. Ты думать забыл о Боге? Слушайте, Иов забыл думать о Боге, он только о Боге и думает. Он о нем говорит бесконечно. Просто он не говорит, Бог такой, Бог такой, да-да-да-да-да. И вот такая лекция по богословию, скучная, невозможно, это его друзья делают. А он кричит, Боже, Боже, за что ты со мной так? Нельзя так со мной. Он не думает о Боге, в отличие от друзей, он разговаривает с ним. Разговаривают остро, горячо, на грани богохульства, да. Но не переступают этой грани. С самого начала отказался ругаться с Богом и хулить его. Ну, а Элифас читает свою лекцию. Грех научил тебя этим речам, и язык хитрости избран тобой. Обвиняют тебя твои уста, а не я. Уличают тебя твои же речи. То есть, видишь, как ты плохо говоришь. Я даже не буду доказывать, что плохо. Вот вечный такой, знаете, способ от имени Бога обвинять человека. Фу, какой ты грешник, фу, как ты неблагочетливо рассуждаешь. А что плохого, да. Покажи, что плохо. Слова, которые Иисус на судище на нем произносит. Да, если я сказал плохо, покажи, что плохо. Да нет, нет, если человек занимает позицию, я от имени Бога вещаю, то все плохо, да. А ты сам догадайся. Обвиняют тебя твои устания, а уличают тебя твои же речи. Или первым ты из людей родился, прежде гор на свет появился. Может, был ты у Бога на совете, и тебе досталась вся его мудрость? То есть, типа, кто ты такой? Ты ничтожество. Ну, Элифас тоже не первым из людей появился, но когда человек говорит от имени Бога, он себя-то очень-очень высоко ставит по факту. Это он у Бога на совете, ему досталась вся мудрость. Ну, якобы. Что же узнал-то, чего бы мы не знали? Что же понял-то, чего бы мы не постигли? Среди нас есть Седовлас и есть Старец, отца твоего постарше. Думаю, что Элифас про себя, он же из трех друзей, всегда говорит первым. Значит, он старик, и если кто из них Седовлас и старше отца его, то это, конечно же, он. Ну, и вот я крутой, я старый, я все знаю, да. А ты кто? Ну, значит, ответить-то нечего. Разве мало тебе утешения от Бога и речей мягких мало? Все у тебя было хорошо и вообще, ну, и все. Вот не будем больше обсуждать ничего. У тебя же было хорошее в жизни, и достаточно тебе. А человеку недостаточно. Человек хочет быть счастлив. Вот такое свойство у человека есть. Иов не может быть счастлив, пока он отвержен Богом. Вот кому что, кому деньги, кому там любовь, кому там работа интересная, удовольствие, выпивка. А его Бога надо. Ему мало, да. Куда же влечет тебя сердце и куда устремил ты взоры? Что твой дух противится Богу, а уста твои такие слова извергают. Вот тоже ругается, ругается, но по сути-то не отвечает. Тоже характерный прием полемики. Человек, как он может быть чистым? Как рожденный женщиной будет праведным? Если Бог и святым не доверяет, и даже небеса для него нечисты. А что же человек мерзкий и порочный, что злодейство как в воду пьет? Смотрите, они говорят практически одно и то же. И Лифас вроде возражает, но Иов говорил в предыдущих главах, человек нечист. Человек умирает. И Лифас говорит то же самое. Ангелы для него, святые он их называет, нечисты. Небеса для него недостаточно совершенные. А тем более человек. Но и Лифас об этом говорит с годливостью. А Иов с сочувствием. Иов говорит, у рожденной женщины человек, короток век его и полон тревог. В этом такой трагизм. А этот, как он может быть чистым? А что же человек мерзкий и порочный? Вот эта козявка такая противная, склизкая, где-то ползает раздавить ее. Интересно, когда человек начинает говорить от имени Бога, он очень часто переходит на язык человека ненавистничества. Я тебе объясню, а ты послушай, расскажу о том, что сам я видел. Он же у нас старик, эксперт. И что мудрецы возвестили. И что от отцов их не скрылось. Им одним отдана земля, не бывать среди них чужому. То есть вот есть клуб экспертов, в который Лифас, конечно, вхож. И только они могут дать какой-то вразумительный ответ. А опыт человека, его личное переживание – это все ноль. Это ничего не значит. И дальше пойдет набор общих мест. Вся жизнь нечестивца – сплошной ужас. Угнетатель живет в считанные годы. Крик ужаса стоит у него в ушах. И средь покоя приходит к нему губитель. И уже нечаятость тмы возвратится, и меч его давно поджидает. Да-да, как же. Нечестивец и угнетатель живут очень недолго и очень плохо. Вокруг себя другое, видим. Он скиталец, стервятников пищи. Он знает, что настал день мрака. Ужасают его тяготы и беды. Одолевают, как царь, идущий войной. За то, что он на Бога поднял руку. Восстал против всесильного. Выходил на него поступи гордые, со щитом тяжелым, окованным. Вот такой богоборец, да? И вот его ужасают ужасы и беды. Ой, если бы. Ой, если бы. За то, что жиром лицо его заплыло, и бока его разжирели. Это, конечно, не столько про излишний вес. Тогда такой проблемы у большинства людей не было. А скорее вот про то, что человек уж больно, он зажрался на простом русском языке. Вот все ему мало. Вот все он расширяется. И в том числе физически зажрался. Будет жить он в городах разоренных, в домах, покинутых людьми, готовых развалиться и рухнуть. Не разбогатеть ему, не встать на ноги, на земле не укорениться, а тьмы ему не укрыться. Побеги его иссушит огонь, плоды его оборвет ветер. Пусть не обольщается пустой надеждой, пустотой она обернется. Прежде срока ему воздастся, ветви его лишатся листьев. Незрелые ягоды он, как лоза, обронит, как маслина цветы растеряет. Ибо сборище безбожников бесплодно, и огонь пожрет жилище продажного, что беремен злом и рождает горе, что вынашивает подлость. Очень красивый текст, очень. Мне так нравится его стиль. «Беремен злом и рождает горе». Мужчина беременна немножко смешно, но здесь все в мужском роде, поскольку, в общем-то, эта культура, она такая патриархальная, да и женщин здесь нету, только жена Юва очень мельком упомянута в самом начале книги. И хотя это странно, она мать, как и Ув, потеряла всех своих детей. То есть, ну, ей горевать не меньше. А вот мужчина, который беремен злом, вынашивает подлость и рождает горе, вот такой яркий, красивый образ. Но ведь Элефарс просто повторяет одни и те же мысли. И очень часто, когда человек не уверен, он начинает на разные лады одно и то же говорить. Он убеждает, он описывает, он призывает, он риторически негодует, он восклицает, он воспевает и все остальное. Но одно и то же, одно и то же, одно и то же. А вот Элефар сказал несколько раз про то, как трагично жизнь человека, он скоро умрет, и в этом мире столько страдания. И вот проняло. А вот это все, ветви его лишатся листьев, незрелые ягоды, он как лоза обронит, как маслины, цветы растеряет, но не проникает никуда. Общие слова. Хорошему человеку будет хорошо, плохому плохо, плохо плохому, плохому очень плохо. В общем, здесь уже ясно слышен намек. Иов, у тебя все плохо, значит, ты плохой. То, к чему они подводят, подводят, подводят. И вот еще это не сказано, но уже вот прям скоро. Иов, мы намекаем, намекаем, а ты никак не поймешь. Да не поймет он. Он не поймет, потому что он о личном, а не об абстрактном. В 16 главе он, впрочем, ответит.